Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исфирь». Сегодня мы будем читать третью главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как Аман замышляет истребить иудеев. На самом деле через Амана действует дьявол, который хотел истребить иудеев с одной целью. Он знал, что от них должен в этот мир по плоти родиться Христос Спаситель. И мы читаем третью главу с первого стиха и ниже. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сыда Абадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Амана, ибо так приказал царь. Здесь немножко непонятно. Если в контексте этой книги и в христианском понимании Аман – это образ, прежде всего, дьявола, а Артаксеркс – царь – это образ Христа, почему Христос как бы возвышает дьявола? На самом деле ответ очень прост. Так как род человеческий отвергает Христа, например, когда в Иерусалиме толпа кричала «распни, распни его!» И потом они кричали «нет у нас царя, кроме Кесаря», то есть римского императора. Что сделал Бог? Бог и оставил евреев один на один с Кесарем, когда войска римлян через несколько десятилетий буквально после казни Христа окружили Иерусалим, и всех убегавших из Иерусалима распинали, и весь город был окружен крестами. И когда со стен города евреи смотрели на эти кресты, они же думали об одном распятом, о том, кого они распяли на горе Голгофа. То есть когда люди хотят служить Кесарю, дьяволу, кому-то еще, деньгам, Господь иногда оставляет таких людей один на один с предметом их почитания и поклонения, потому что Господь наказывает людей их богами и идолами. Вот сейчас в нашей стране очень сложное отношение с Западом, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами Америки. Но давайте вспомним. В 90-х годах Россия, упав на колени, молилась, обращаясь лицом к Западу, и она хотела подражать Западу во всем. У нас даже установили должность президента наподобие того, как американские правители называются президентами. У нас насаждали их культуру, их поведение, особенно через средства массовой коммуникации, информационные потоки. Все были направлены на это. Бог наказывает людей и богами, их идолами и стуканами. А сейчас, когда Господь оставил нас один на один с этими западными правителями, мы видим, как военные базы окружают нашу страну со всех сторон, потому что наказание пропорционально вине и преступлению. Поэтому не надо удивляться, что в Германии когда-то к власти пришел Адольф Гитлер, что когда-то на Россию напал Наполеон и была сужена первопрестольная столица наша, Москва. Такое происходит в судьбах многих христианских народов, когда Господь иногда им показывает, что у них были неправильные предпочтения, ориентиры неправильные, когда они стремились к тому, к чему стремиться не надо. И то, что Атаксеркс возвышает Амана, потому что Аман был ближе к людям. Он такой же был, как они, плотяный такой, гедонист. И вот он поставлен над этими людьми. «Итак, все кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь, в нашем случае так попустил царь царей, а Мардахей не кланялся и не падал ниц». Мардахей, он сидел близ ворот царского дома, и он часто пересекался с Аманом. Если все падали ниц перед Аманом нечестивым, то было заметно, что один не падает, он сидит спокойно, даже не встает, чтобы поприветствовать этого Амана. Почему Мардахей ведет себя таким вызывающим образом? В Писании сказано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Также в псалмах Давида мы находим призыв, «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нету спасения». А у порока Исаии сказано, «Перестаньте надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». То есть сегодня жив, завтра мертв. Мардахей — это человек, который исповедует принципы единобожия. Слова Адонай и Хат, «Господь един», для него это не пустой звук, это господнее руководство к действию, он только Богу поклоняется. «И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардахею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин, то есть иудей, и когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнится гнева Аман». Аман мог и раньше видеть, что Мардахей не кланяется. Но Аман мог подумать, а другие этого не видят. А тут ему уже донесли. Значит, для других существует такой плохой пример. И здесь Аман должен был начать действовать. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнится гнев Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так, как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксерса, как народ Мардахеев. Аман переносит свою неприязнь к Мардахею на весь еврейский народ. Потому что для евреев поклонение какому-то нечестивцу это было недопустимо. Например, русские князья никогда не позволяли себе становиться на колени перед какими-то мурзами из Золотой Орды, перед какими-то князьками из Золотой Орды, тем более поклоняться их идолам. Это считалось недопустимо. Хану Золотой Орды они поклонялись. И когда хан Золотой Орды требовал поклониться идолам моим, они говорили, «Идолам твоим кланяться не будем, ибо они бездушны. Тебе, хан, поклонимся, потому что Господь поставил тебя за наше окаянство царем над нами. А вот этих там твоих сатрапов, твоих идолов, истуканов мы почитать не будем». И Мардахей, который без сомнения почитал царя Артаксерса, мы это видим, он доносил на врагов царя, он не хочет поклоняться этому Аману. И гнев Амана был, конечно, велик. И Аман переносит свою ненависть с Мардахея на весь еврейский народ и принимает решение их уничтожить. В те времена это было в порядке вещей. Уничтожались целые народы. И мы читаем 7 стих и ниже. «И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Ниссан, в 12-й год царя Артаксерса бросали пур». Что значит «бросали пур»? пур имеется в виду, что бросали жребий. Бросали жребий. Он как раз и называется пур. Это вавилонское слово. от него происходит еврейское название праздника Пурим. Пур это жребий, а праздник Пурим. То есть Аман уже принял решение погубить народ Мардахея, а жребий же он бросал, чтобы узнать, какой день будет для этого более благоприятен. потому что вавилоняне придавали значение гороскопам разным и вот этим жребиям. В 12-й год царя Артаксерса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц. То есть они сначала выясняли какой день, какой месяц, чтобы в один день погубить народ Мардахеев и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерсу, Аман это образ дьявола, который все время клевещет на народ Божий, наговаривает на него. Помните, как дьявол он наговаривал на праведного Иува, предстоя перед Богом. И сказал Аман царю Артаксерсу, есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Тогда снял царь перстень, свой, с руки своей, отдал его Аману, сыну Амада, Афугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. То есть это был перстень печать, и сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним как тебе угодно. То есть иногда Господь попускает силам зла начать гонение против народа Божия. Но как учат Блаженный Августин, Господь никогда бы не попустил нам испытать зла, если бы Господь не имел намерения и само это зло обратить в добро. И призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, от области индийской до Эфиопии, то есть от Индии до Африки, над ста двадцатью семью областями и к князьям у каждого народа, в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, все было написано от имени царя Атаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. То есть истреблять евреев должны были простые люди, и у них должна была быть корость, они потом разграбляли их имение. То есть то, что начинает делать Аман, это как бы последнее решение еврейского вопроса. Как в свое время Гитлер хотел осуществить последнее решение еврейского вопроса, и Гитлер планировал по-моему на 1950 год окончательно закрыть еврейский вопрос. Там планы были составлены, но как мы знаем в 1945 году Адольфа Гитлера этого ближайшего к нам Амана его не стало. Аман облечен во власть и Господь попускает таким людям иногда приходить к власти, но намерения Божьи несколько иные, чем намерения самих таких людей. И далее приводится первое письмо Артаксеркса. Это письмо содержится только по тексту Септуагинты, здесь он обращается к начальствующим от Индии до Эфиопии над 127 областями и подчиненным им наместникам с требованием, чтобы они исполняли письма. А вот этот геноцид истребили евреев самым жестоким образом. Мы опустим текст этого письма и 14 стих и ниже список с указа отдать в каждую область как закон объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню, то есть на евреев должны были напасть сразу в разных землях, в разных областях в один и тот же день в одно и то же время. То есть это был такой как бы вселенский заговор. А причина, я уже говорил, дьявол побуждал Амана так поступать с одной целью. Дьявол знал, что из этого народа по плоти должен произойти Христос Спаситель мира, который сокрушит главу змия, как было предсказано еще нашим прародителям Адаму и Еве в раю. И 15 стих «Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ и в Сузах в престольном городе, и царь Иоман сидел и пили, а город Сузы был в смятении». То есть там люди узнали о том, что вот такое решение принято. Древнехристианский экзегет Робан Мавр в своем толковании на книгу «Исфирь» пишет «Не лишено духовного смысла и то, что жребий, по которому должен был погибнуть народ Израиля, выпал на 12-й месяц года, который называется Адар, и означает это, что милость Христа, которая определена для верующих при полноте времени, подвергнется жестоким преследованиям в мире в лице верующих в последние времена. Сообщая об этом в письме к Тимофею, учитель язычников Павел говорит «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». И сам Господь говорит в Евангелии «И проповедано будет всей Евангелии Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Немного далее, тогда будет великая скорбь, какого не было от начала мира до ныне и не будет». Вот этот древнехристианский экзегет Робан Маур воспринимает эти события, которые мы читаем, как то, что произойдет в последние времена, когда Антихрист получит попущение от Бога установить свою власть на всей планете. И тогда Антихрист захочет уничтожить всех верующих христиан на планете, но само это его желание будет начало его конца. Как и учит блаженный Августин, что Бог никогда не попустил бы зла, не имея намерения и само это зло обратить в добро.